Исполняется 193 года со дня рождения великого писателя Льва Толстого, автора всемирно известных романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Имя мирового классика тесно связано не только с Казани, но и с императорским Казанским университетом. Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в Тульской губернии в имении матери Ясной Поляне. Был четвертым ребенком в семье. Еще в детстве будущий писатель лишился обоих родителей и воспитанием осиротевших детей занялась дальняя родственница. Позднее семья переселилась в Казань, город, где ранее пребывали многие родственники Толстого. Он здесь провел свою юность с 13 лет до 19 лет. И именно на это время, как мы понимаем, происходит становление личности любого человека. Он возвращается к Казани в своих произведениях «Отречество». Ну, описано в своем детстве, он, понятно, не берет. А вот «Отречество и юность» вот в этих двух частях трилогии, конечно, казанский текст прослеживается. Он обращается к Казани уже в позднем периоде своего творчества. Это казаки, это утро помещика, но это, конечно, после бала. В 1844 году Лев Толстой пополнил студенческие ряды Императорского Казанского университета. Изначально он поступил на турецко-арабское отделение. Позже перевелся на юридический факультет. Однако в 1847 оставил учебу. Ключевой фигурой студенческих времен Толстого стал Дмитрий Мейер, один из основоположников гражданского права в России. Не просто преподаватель, а личность, которую студенты слушали с воодушевлением. Им он давал читать философские произведения. Можно сказать, что именно Мейер, наверное, поспособствовал вот такому увлечению и самосовершенствованию Льва Толстого относительно философских исканий. Уже в это время, видимо, формировался тот Толстой, да, Толстой философ, Толстой мыслитель, не всеми принимаемый, да, но очень яркий, неординарный, которого мы имеем в русской культуре, в русской литературе, в русской философии. Сегодня имя Льва Толстого носит Высшая школа русской и зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Хочу обратиться ко всем студентам, что вы учитесь в том великом университете, который воспитал, который израстил очень много великих людей. Казанский федеральный университет чтит память своих выдающихся студентов. Так, в 2018 году был объявлен годом Льва Толстого. Был проведен ряд крупных мероприятий. Так, был организован ряд международных научно-практических конференций, в том числе и за рубежом. Торжественное закрытие года Толстого состоялось в императорском зале Казанского университета с участием праправнука писателя, советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого. В 2018 году был открыт памятник бюст великому писателю во дворике главного здания университета. А в 2019 в Институте филологии и межкультурной коммуникации открыта совместная скульптурная композиция Льва Толстого и великого татарского писателя Габдуллу Тукая.